Всем привет, дорогие друзья! Вот и наступил вечер. А это означает, что пора посмотреть на подборочку из четырёх Android игр. Итак, поехали! Первая игра называется Tiny World. Это игра от создателя Bad Roads, Лаурента Баковски. И давайте посмотрим на новое его творение. В этот раз мы поедем на туристическом автобусе через весь свет. Итак, здесь вы видите Грецию, Афины конкретно. Дальше мы переезжаем уже в Рио-де-Жанейро, в Бразилию. И вот так вот всегда будут меняться страны. Теперь мы снова в Греции. Иногда так бывает. Теперь мы в Австралии. Вау, как круто! Теперь мы едем в Китай. Великая Китайская стена стоит. Теперь мы едем... Так, этот Раджимахал, он в какой стране? В Индии, если я не ошибаюсь. Ну что ж, поехали снова. Кстати, если мы поедем назад, это тоже возможно, но не будет учитываться скорость вашего движения. Это Нью-Йорк. Точнее, не скорость, а расстояние. Это у нас... Так, Пизанская башня. Это Италия. Клизей. Естественно. Вот она и Россия. Красная площадь. Кремль. Дальше едем. Что это за страна? Ага, это Франция, Эйферева башня. Снова Бразилия. В принципе, игрушка бесконечная. Вы должны просто получать удовольствие от езды по всему свету, узнавать различные знаменитые достопримечательности и при этом не растерять свой багаж. Если вы растеряете свой багаж, то вы, к сожалению, проиграете. Россия здесь показана как зимняя страна. А вот он и Египет. Еще мы в нем не были. Игрушка очень классная, очень атмосферная. Конечно, никаких тут скиллов, пауэрапов, улучшений нету. Вам необходимо просто в свое удовольствие проехать как можно дальше. Также здесь не заканчивается бензин, что могло бы быть хоть какой-то преградой на вашем движении. Но чем дальше вы едете, тем больше неровностей на дороге появляется, и тем самым игра усложняется. Спасибо тебе, Лаурант, за новую твою игрушку. Она мне тоже очень понравилась. Но, конечно, хотелось бы хоть каких-то либо миссий, либо каких-то более тяжелых испытаний в виде запаса топлива, либо же чего-то еще. Вторая игра называется Sorcery 2. Это книга-игра. Первую часть я уже снимал. Наверное, может, месяцев 8 назад, может быть, год. Я уже точно даже вспомнить не могу. И это продолжение ее. Вы, кстати, можете ввести свое имя и загрузить прохождение вашего героя из первой части. Но если вы не играли в первую часть, то вы можете просто начать вторую. Итак, вам необходимо выбрать своего персонажа. Либо мужчину, либо же девушку. Выберем мужчину, и за него мы начинаем играть. Это книга-игра, как я уже сказал. И она просто потрясающе и офигенски сделана. Итак, нам тут рассказывается о месте действия, и нам предлагается отправиться в путешествие. Что мы и сделаем. Очень крутая анимация, очень крутая звуковая сопровождающая. Ну что ж, давайте не будем это читать. Думаю, кому это будет интересно, они займутся чтением и погружением в сюжет. Ну а мы просто посмотрим на то, что ждет нас в этой игре. Итак, периодически, точнее, наверное, на каждой странице от вас необходимо будет произвести какое-либо действие, которое повлияет на сюжет и на развитие игры. Так, что мы можем сделать? Можем... Не можем оставаться, либо что-то мы можем сделать с городом. Давайте выберем отправиться в город. Итак, мы отправились в город. Вот его карта появилась. Все очень круто сделано, но все-таки, наверное, главным недостатком является отсутствие русского языка. Потому что, чтобы все-таки углубиться в сюжет игры и понимать, что здесь происходит, необходимо знать и понимать, что здесь пишут и что происходит. А это, наверное, ну, может быть, не для большинства, но для... все равно для большой части населения все-таки будет трудностью. Вот эта книга. И нам необходимо в роли вот такой вот фигурки передвигаться, открывать новые места, встречать различных людей и изучать данный мир, созданный по мотивам реальной книги, которая существует. И если вы фанат данной книги, возможно, то вы сможете теперь и окунуться и повлиять на ее сюжет. Третья игра называется Horde of Heroes. Это RPG, сделанное в жанре три в ряд. Итак, я дошел уже вот до этой вот миссии и продолжим мы играть именно с нее. Итак, что вам необходимо делать? Вам сейчас необходимо сражаться с каким-то гигантским хамерионом. Ну что ж, приступим. Наша задача его убить. И нам необходимо как можно быстрее применять вот эти вот действия. Как вы видите, у данного вот скорпиона, хотел сказать, хамериона, присутствует красная шкала. Когда она заполняется, то он производит удар. Что мы можем делать? Мы можем, кстати, лечиться, собирая зеленые вот эти сердечки. Можем наносить удар. Можем собирать манну. Можем, что еще делать? То есть, можем применять различные штуковины, которые есть. Например, если мы сдвинем вот эту штуку, то, например, она меняет цвета у многих, так сказать, элементов. И тем самым позволяет нам получить большее количество комбинаций, которые позволят нам нанести большее количество сокрушающих ударов. Итак, я получил новый уровень. И теперь мы можем прокачать какие-нибудь характеристики. Это может быть урон, наносимый от красных блоков. Это может быть урон, наносимый от фиолетовых блоков. Это может быть плюс к защите, плюс к мане, либо же плюс к здоровью. Ну, собственно, вот так-то вот. Вы не всегда будете, кстати, сражаться, например, вот с таким одним противником. Иногда их будет целый отряд. И это будет делать игру, конечно же, сложнее. Иногда бывают миссии, в которых вам совершенно никого не нужно побеждать, а необходимо просто собрать, например, яблоки. Или как сейчас... А, кстати, сейчас яблоки. Вам необходимо их опустить в самый низ, и тогда они будут считаться собранными. То есть опускаем яблоки и тем самым проходим миссию. Чем быстрее вы это сделаете, тем будет лучше. Но также вы можете просто тренироваться, играть, и тем самым яблоки пока не собирать, а оставить их на потом. В принципе, неплохая игрушка. На мой взгляд, можно поиграть и приятно провести вечер. Последняя игра на сегодня называется Band Stars. В этой игре вам предстоит создать свою группу. Итак, я создал рок-группу, и у меня появилась новая задача. Нужно записать песню. Её я сделал. Ага, собираем награду. И что же нам... какую задачу нам дадут далее? Исполните соло. Окей, попробуем исполнить соло. Исполнение соло – отличный способ зарабатывать больше очков для песни. Так, нажимаем «Запись». И нам необходимо дальше выбрать, в каком жанре мы будем писать песню. Здесь есть также лейблы. Пока что мы издаёмся без издателя. Можно создать танцевальную песню, поп-музыку, рок или же даже хип-хоп. Ну что же, давайте выберем рок снова. Можно выбрать тему «Любовь», «Вечеринки», «Бунтарство» либо же «Потеря». Давайте выберем «Бунтарство». Про вечеринку мы уже писали, сделаем про бунтарство. Так, необходимо написать текст. Чтобы писать текст, необходимо дать поручение одному из членов вашей группы, у которого максимальное количество баллов по тексту и по фантазии. Но это у нас вот этот. Он и стоит. Нажимаем «Написать». И он пишет песню. Вот так вот происходит процесс. Вот эта графа заполняет, и сейчас нам необходимо будет её уже исполнять. Ага, быстро он написал. Отлично. Теперь нам нужно записать эту песню. То есть нам нужно распределить музыкантов по ней. Итак, что нам нужно вот для пения? То есть максимальное количество баллов. 6-1. Ну да, будет он тогда исполнять. Ага, дальше. Вот такая вот гитарка. Бас-гитара. Кто бы лучше её мог исполнить? Фантазия 3-1. Ну, в принципе, вот нормально, мне кажется. Мы распределили. Нажимаем «Записать». Наша рок-группа записывает мелодию, а мы тем временем ждём, когда они её запишут. Так, нажмите на «Музыканте» и выберите «Соло». Вот на этом, что ли? Ну давайте, «Соло». Каждая «Соло» стоит 30 очков. Так, «Соло» уровень «Фантазия», уровень «Мелодия». Давайте уровень «Мелодия» выберем. А, нужно как можно больше тапать было. Вот, всё понятно. Нажимаем «Собрать», бонус дали 0, нужно было в ритм тапать. И всё, мы выполнили «Соло». После того, как нашу песню они запишут, необходимо будет её сделать сведение. Для этого у меня в команде есть робот, у которого достаточно большое количество очков по сведению. Сейчас мы это и сделаем. Вот он, робот. Где он? Вот он, у него 5 очков по сведению, поэтому заниматься сведением будет именно он. Потому что он, наверное, самый профессиональный в этой теме, в моей команде. Таким образом, вот записываем песню, потом даём им название. И нам необходимо, чтобы она заняла высшее место в чате. Так, можно назвать совершенно случайно, можно дать своё название. И посмотрим, на какой позиции она будет. На 34-й. Это печально. Предыдущая песня у меня заняла позицию всё-таки повыше. Можно следить за позициями. Причём, можно следить за позициями ваших друзей, если они играют в эту игру. И соревноваться с ними. Собираем награду, развиваемся. Ищем продюсеров. В общем, такой вот небольшой симулятор управления музыкальной группой. Ну что ж, на сегодня всё. Всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был я, Юрий Аксёнов. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока и до новых встреч.